Мы продолжаем цикл передач Молчать об этом преступление И в сегодняшней теме мы поговорим о наркомафии Что такое наркобизнес на Украине И мы предлагаем вам обсудить эту тему вместе с нами И давайте обратимся с этим вопросом к прохожим на улице Ну вот как вы себе рисуете именно наркобизнес самый большой? Самый большой наркобизнес Ну это во-первых, это разные наркобароны У них красивая жизнь Но это красивая жизнь лишь за счет За счет много загубленных душ и так далее Он может быть разным Он может и грузовики с наркотиками И может и невеликой порции Но все равно пагубно действует В нашем поколении такого не было Вообще я очень отрицательно к этому отношусь Фильмы показаны И это что-то похожее с реальностью Это мое мнение То есть фильмы, они похожи на реальность? То, что показывают в фильмах, это в общем А оно намного проще Мы его просто не замещаем Телевидение и кино нарисовало в наших умах Картину о том, что наркомания и наркобизнес Это перестрелки Это килограммы героинов и кокаинов Вот, на самом деле В Украине наркомафия и наркобизнес Давно уже перешел в легальную сферу Больше 90% наркотиков уходит не через дилеров Так называемых А уходит через аптеки Через аптечный бизнес И продаются в виде вот таких вот таблеток В виде таких вот капсул И сегодня мы хотим посмотреть Что мы знаем о них Что мы знаем об этом бизнесе И спросить у людей Вам знакомы такие слова Вот, трамадол, винт Вы знаете что-нибудь по этому поводу? Что это? Я особо не А вы знаете? Да, я знаю Знаете? Я не знаю Трамадол это лекарственный препарат Наркотическое действие Не знаю, что это такое Трамадол, слышали? Винт, трамадол Нет, нет, нет Я подозреваю, что молодежь и подростки Намного больше знают об этом препарате Всякие там таблетки в аптеках Это тоже наркотики Там берут там их как бы надо помало употреблять А их берут в больших количествах И хотят считать наркотики А какие? Ну я не знаю, я не употребляю А Вам известны такие названия? Трамадол, винт? Да, да, да Вот это там Вот такие там Трамадол тот же, да Он покупается у нас спокойно в аптеках У нас его дети могут спокойно купить Да, трамадол, а что это такое? Это наркотики Трамадол Синтетический опиоидный энергетик центрального действия Который применяется для обезболивания в терапии и хирургии Из-за наркотического эффекта широко распространен среди молодежи Наша молодежь их сильно употребляет Аптечные наркотики, которые продают Тот же Дексиэм Трамадол, по-моему, в аптеке продаются Это сильное обезболивающее А как его еще используют, кроме обезболивающих? Не знаешь? Я знаю, что наркоманы используют, но как я... Трамадол, по-моему, сейчас школьники уже едят как аналгин То есть они настолько... Я вот проезжаю... Ну, еду утром рядом возле меня на районе Две аптеки То есть я утром проезжаю И я просто вижу, как дети перед школой Перед там училищами Они заходят в аптеку Съедают трамадол Чтобы нормально себя чувствовать Потому что это система Это зависимость То есть... И потом они уже идут дальше У меня вот... Я живу на Желуде У меня четыре трамвайных остановки Я могу насчитать, вам пять аптек Куда можно зайти, да Можно зайти, купить себе трамадола Что хочешь Для винта надо там троефет Туда куча входит всяких таких Кто со мной сейчас общается Тебе употребляют все Все спокойно покупается сейчас Все можно купить без проблем Без рецепта Как говорится Просто намного дороже Если, например, пачка трамадола стоит По рецепту 6 гривен То у нас сейчас аптеке стоит 40 гривен Одна пачка Молодежь покупает Я живу на Абалоне У меня, например, таких две аптеки Которые можно зайти И они не продаются на витрине Но ты знаешь, что они там есть И подходишь уже, договариваешься Ну, как бы подходишь И тебя уже знает лицо Есть, как бы, свои люди Которые туда подходят И ты берешь Они не продаются в пачках Их дают, вот, как бы, поштучно Ну, и дают тебе сразу даже запивать водичкой То есть заходишь в аптеку и покупаешь Это трайфет, актифет Трайфет, актифет Медицинские препараты, содержащие псевдоэфедрин Из которых кустарным способом Изготавливается сильнодействующий Инъекционный психотропный наркотик Так называемый винт Что, так просто заходишь в аптеку и покупаешь? Да, так просто заходишь в аптеку И можно приобрести Скажи, пожалуйста, а родители вообще знали О том, что ты употребляешь Когда ты начал употреблять? Родители как? Сначала они даже не догадывались Но они не умели понятия Но потом они начали замечать Просто по моему поведению Они же думали, что я не наркоман Потому что я не колюсь Нету отпечатков на руках, проколов и все такого Думают, откуда... Не наш сын наркоман Все наркоманы, но не наш У вас есть дети-подростки? Есть А как вы думаете, они употребляют? Тромодол, вин? Нет Старшая дочка, 14 лет А как вы думаете, она пробовала наркотики? Нет, конечно С 4 лет до 11 класса у меня детик Вы уверены, что они не употребляют? Тромодол, наркотик? 100% Уверены, да? Да Скажи, пожалуйста, а что родители Они не догадывались, когда ты употребляла Тромодол, что с тобой что-то не то Видели они это? Нет, они как бы, ну... Они знали об этой проблеме Ну, в каком-то таком глобальном масштабе То есть, они не думали, ну, что я могу Как бы я... У меня как бы семья такая Они даже не могли подозревать, что я могу употреблять Где-то около двух лет я скрывал Мама догадывалась, но не могла понять Почему, как, что Скажи, ты с 17 лет начал употреблять То есть, родители видели это, замечали это? Нет, наоборот, они гордились тем, что я раскованный, общаюсь свободно Нахожу язык с любым... Нормально, как бы Стихи даже сочинял под этим препаратом перевентином И... Как бы даже никакой малейшей догадки не было Тромодол я первый раз попробовал, наверное, лет в 13 И это продолжалось какое-то время систематически Вы сами смогли убедиться, что молодежь и подростки действительно знают намного больше об этом препарате, чем люди постарше Оказывается, эти таблетки не только глотают, но из них также делается инъекционный наркотик Попробуем выяснить просто на улице, где можно купить и достать подобные таблетки Петра Лебедская Ну, это я знаю А вот на Софиевке есть Закрыто, давным-давно закрыто А на Львовской площади? Львовской площади? Нет, нет Там движниковая аптека Самая ближайшая, которая отсюда есть, это на вокзале А где на вокзале? А, я понял, да Пацаны, будет открыто сегодня? Что? Будет сегодня засадка Я не знаю А вы знаете, другая есть где-то здесь рядом? У нас сколько тебе нужно? Идем Есть? По 40 рублей По 40? Да Ого, слушай, а что так дорого? Ну аптека закрыта, у Лины тоже Не дорого, дорого По 40 Поехали на Лукьян На Большая 25 Ну я знаю, на Большая очень красная Я предлагаю вместе с нами совершить небольшую экскурсию по Киеву И убедиться о том, что такое наркобизнес по-украински Приглашаю вас Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, а у вас есть тромодола? Тромодола у нас нет А почему? Потому что это препарат, который отпускается по рецепту Вам нужен рецепт, чтобы его получить Обязательно То есть без рецепта я его не могу купить? Нет Этот препарат продается только на специальных выписанных розовые бланки Подписанные после того, как принимают комиссии с трех врачей И аптека выдает, это поликлиника, которая прикреплена к определенной аптеке Только может продать этот препарат Привет Здравствуйте, что-то тормодол продается Привет Почему? Спасибо Вот Все Что-то говорит, все Нет, говорит Посолочек А? Говорит, посолок Две штучки? Две пачки Штучки, штучки или пачки Так, и все, ребята Ну давайте одну тут, одну с собой Хорошо Ваши рамы сделаны? Нет Нет С собой пол пачки Пол пачки? Да Если были бы дури, я бы вам задумал А какой у вас? Вышмолка или хаппи? Слушайте, а как лучше выносить? Тут нету ни приема, ничего Ну, бюргалки положи Хорошо Спасибо 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 Что, взяла? Прямо было Спокойно, вообще, без проблем Субтитры сделал DimaTorzok Трэйфет А Трэйфет сколько стоит? Какого нет А Трэйфет 60, да? А есть сана, Димедрон Нормасон Димедрон А почем? Два, пятьдесят Это что, заменитель? Заменитель? Тромадол с парацетамолом Тромадол с парацетамолом? 25 миллионов 10 кг Хорошо, давайте нам вот это вот Одно? Да А нормальный он? Его пил? Нормальный, значит, если вы пьете тромадол, там 50 миллионов, здесь 37 с половиной А скажите, хорошо, давайте нам пачку Пачку или 10 штук? А 10 штук, да 25 рублей Хорошо, вот, пожалуйста, возьмите 25 рублей Хорошо, спасибо большое До свидания Не, короче, пачку и 18 Почем вообще пачка? Сколько пачка стоит? 25 Это получается, если 20 пачка и 18, это получается 28, да, тромадола? 28 штук, это будет 75 Прячьте, хорошо, как трусы там, не знаю Хорошо, понимаю Вынимают, да? Все нужно прятать, да, хорошо? Если что, в аптеку ничего не берете, у пацана уберем, и все Хорошо А милиция сюда не заходит, в аптеку? Сюда нет, но она за вла может выйти, если уже хотите, поэтому надо прятать, быстренько взять и выйти Хорошо, прячу трусы, все, я понял Потому что приемы, да, надо прятать? Слышите, а вы постоянно вот продаете, ну, не мазбори Можно приезжать? Нет, бывает А когда, ну, это неизвестно, да? В 9 часов утра А со скольки? В 9 часов утра В 9 часов утра? Ага, все, спасибо вам большое До свидания Тромадол 40 пачка, да? Да не в пол пачки пока А, тогда не в пол пачки, наверное Да Красно-белый, да? Да А ну покажи А что так, даже кулечка нет? Почему? Ну, я же думаю, что еще Не, мы не сейчас, мы собор Ну, спасибо за короче Все, большое спасибо Увы Тромадол 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 дайте мне пол пачки Слышим, что он по 60, да? А у нас А у тебя бывает? Ну, бывает Слушайте, а есть у вас Тромадол? Тромадол Пол пачки, да? Хватит же, тут у меня на пол пачки Дайте еще, пожалуйста, пол пачки Тромадола Почему? 40 По 40 Спасибо большое Вот так мы взяли Троефет и Тромадол Легко и просто Музыка 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 Такую вот Кучу пустых пачек Из-под лекарственного средства Тромадола Мы насобирали здесь Ну, буквально за 5-10 минут Возле ларька Метро Музыка Музыка Ну, сами видите То есть, какое количество таблеток Лежат все возле ларька Делаем выводы Музыка 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 Так а сколько надо на пол пачки? А, вот у меня есть. Возьмите 20 гривен. Тромадол в здоровье. Скажите, а почему вы продали нам тромадол без рецепта? Что вы можете сказать по этому поводу сейчас? Знаете, что в Украине 10 тысяч подростков умирают от наркотиков каждый год? Девушка, почему вы продали нам тромадол без рецепта? Что он его не продал? Дай таблетку назад. Вот наша экскурсия подошла к концу. Смотрите, результат. Результат нашей экскурсии, наших экспериментов. Мы набрали синтетических опиоидов и психотропных лекарств на сумму 300 гривен. Легко, без проблем, в течение меньше одного дня. Пожалуйста, без проблем продаются в аптеках. Подходим, покупаем, недорого. Если снятую нами видеозапись передать в органы внутренних дел, то эту аптеку оштрафуют аж на 51 гривну. Это уже проверенный факт. Это бизнес. И называя вещи своими именами, скажем, это наркобизнес. Вы думаете, я преувеличиваю? Давайте посмотрим, как купленные нами таблетки действуют на людей, которые долгое время их употребляют. У меня даже были эпилепсии. Я помню, как-то стоял и даже терялся. Я думал, что я там умру. Так наелся колеса, думал, умру. Говорят, что там как ширка, что она там садит, а тромодол не садит. Это все брехня. Тромодол еще хуже садит организм, чем это самое. У меня сестра, она очень долго употребляет тромодол. У нее практически язва желудка. У нее было 4 клинических смерти. У нее постоянно приступы эпилепсии. Но тело ее, оно уже начинает покрываться какими-то язвами, разрушается. Ну, ты гниешь как бы снутри. Оно внешне еще не проявляется, но у тебя там начинают гнить зубы, начинают гнить челюсти, ну, пальцы, ноги, руки. Дети просто погибают от него. Начинают сейчас очень рано. И тромодол имеет свойство разрушать желудок. Моментально убивается печень. К нам обращаются люди, которые достаточно долгое время, уже в достаточно больших дозах употребляют тромодол. И это проявляется, ну, как любое психоактивное вещество. Оно изменяет жизнь человека. Его поведение становится неконтролируемым. КОНЕЦ А какие еще последствия, ты знаешь, от травмодола, первентина, винта? Ну, язвы. Во-первых, там, если опиумом, ты колешься, у тебя еще вена как-то есть. А здесь гниют ноги, руки, она сжигает вены вообще. Ну, это страшно. Во-первых, начинаются галлюцинации. Галлюцинации такие, что ты просто, если вначале ты еще как-то осознаешь, ты пытаешься с этим бороться, там, вот ты идешь, тебе кажется, что за тобой просто следят. Если ты там раньше, у тебя хватало сил повернуться, идти навстречу, чтобы убедиться, что там никого нет, то в конце ты начинаешь убегать, прятаться просто. Ну, вот тебе кажется, просто можно 4-6 часов простоять у глазка дверного. Ну, представь, психика человека, ну, то есть, когда ты под наркотиком, то есть, это еще, ну, ты так не осознаешь, но когда ты приходишь в себя и понимаешь, что ты 6 часов простоял у дверного глазка или у окна, и тебе кажется, что милиция просто окружит. Лицо начинает покрываться язвами, это прыщи, которые ты начинаешь сам непроизвольно давить, и они увеличиваются и увеличиваются, и потом остаются шрамы, огромные шрамы, которые ничем нельзя закрыть, не запудрить их ничем. Челюсть начинает гнить, ее вырезают по чуть-чуть. Он, как бы, я был в больнице, у меня у самого гнила челюсть, мне делали операцию, ну, слава Богу, все нормально, сейчас это все прекратилось, но я видел многих людей, которые уже второй, третий раз были в этой больнице, им делали операцию, но у них не заживало это, потому что они продолжали употреблять это. Ну, ты больной человек, ты худеешь, сбрасываешь вес, то есть паранойя, наверное, шизофрения или как там, плавно сходишь с ума, то есть ты как бы в своем мире, и вокруг тебя уже не имеет ничего значения. После трех лет употребления уже все, человек инвалидом остается. Скажи, вот ты плохо ходишь, это у тебя с детства или это последствия? После колдок-то, ну, я, короче, год, ну, где-то год употреблял, потом, ну, потом меня положили в больницу, вообще, ну, не мог ни ходить, ни говорить, но сейчас уже, слава Богу, лучше, лучше и лучше. Мне сейчас будет 20 лет, то есть болезнь, это у меня с 14,5 лет, вот, то есть я, получается, в 14 начала колоться, полгода прокололась, колдок там, и после чего меня покрутила, и вот это уже, получается, больше 5,5 лет у меня. Ну, я вообще была парализована, то есть все мышцы атрофированы, речь была, ну, то есть я была лежачая. Я хочу сказать, не пробуйте, потому что, то есть это вообще, это такая разруха, просто это, это конец всем мечтам, всем твоим надеждам. То есть если бы я в раннем возрасте не попробовала этот наркотик, то есть я сейчас, может быть, где-то училась бы, хорошо бы какая-то перспектива была в будущем, а так вообще, ну, пустота и все, пустота. Этим ребятам и девчонкам удалось вырваться из здравства химической зависимости, но сегодня появились многочисленные жертвы травмодола, о которых не принято говорить, особенно по телевидению. Но мы говорим, потому что молчать об этом – преступление. Два друга я похоронил. Один в 27 лет умер, второй в 29. Почти, до 30 лет. Один из моих друзей, как бы, он умер в возрасте 25 лет, из-за того, что у него начало гнить челюсть, он лежал в больнице. Ну, сделали операцию, удалили это загнающееся место, но он продолжал употреблять. Уставшая от слез, от горя и зла, побитая дождями, кричала земля, протягивая руки. Устала держать человеческое сердце, ее не может понять. Умираю, не выношу, остановите, люди, эту войну. Умираю, нет больше сил, от вас я сгораю, от вас я сгораю. На протяжении последних пяти лет распространение фармацевтического наркотика в Украине приобрело масштабы национальной эпидемии. Только в одном из районов Киева нам удалось выявить 12 аптек, продающих без рецепта медицинские препараты наркотического действия. Несмотря на то, что средства массовой информации постоянно акцентируют на этом внимание, власти попросту игнорируют проблему продажи наркотических средств в аптеках и не предпринимают никаких мер для выхода из сложившейся ситуации. Зарубежные наркодельцы уже давно признали, что Украина – страна, плотно сидящая на игле, и потому выгодный рынок сбиток. Не осталось ни одной социальной прослойки общества, в которой не было бы наркозависящих людей. Спрос породил и достаточно обширное предложение. На рынке наркобизнеса есть вещества и для бедных потребителей, и для богатых. Усилить контроль над оборотом травмодола и значительно сократить его немедицинское употребление, которое, по мнению специалистов, обрело в Украине глобальные масштабы и превратилось в угрозу национальной безопасности страны. 21 апреля 2006 года. Министерство внутренних дел Украины повторно обратилось с официальным письмом в кабинет министров Украины с просьбой нести лекарственное средство травмодол в перечень наркотических веществ. 16 ноября 2005 года. Министр здравоохранения Юрий Поличенко утвердил решение подписать указ, соответственно которому травмодол и травмалгин будут внесены к списку ядовитых веществ. Уже через 10 дней сотрудники правоохранительных органов смогут привлекать к уголовной ответственности торговцев травмодолом. Кроме того, на протяжении двух месяцев Министерство здравоохранения Украины разработает и утвердит еще один указ, который разрешит контролирующим органам привлекать к ответственности не только за торговлю травмодолом и травмалгином, но и за производство этих наркотических веществ в Украине, а также их импорт. Август 2006 года. А ВОЗ и ныне там. Колишні наркозалежні Маріуполя вимагають від президента заборонити вільний продаж препаратів з наркотичними елементами. Вчора принято решение, что травмодол, травмалгин продается по специальному режиму и заборонен в открытой продаже. Нет, 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 его надо перенести в разряд там, где он был, чтобы мы могли, потому что я был на суде. Абсолютно верно. Отче, отче, він переведений той разряд, який відповідає специфіки і особливостям реалізації продукта. Он должен находиться в веществах ядовитых. Точно так. Точно так. Отче, я дивлюсь на міністра, він мені киває, я вам передаю. В действительности положительный ответ министра здравоохранения президенту относительно обозначения препаратов травмодол и травмалгин, как ядовитых веществ, не соответствует истине. Приказ Минздрава об усилении контроля распространения препаратов не стал достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся их нелегальной продажей. Более того, данный приказ лишь усложнил процедуру приобретения этих препаратов больными людьми в лечебных целях. На сегодняшний день наркоторговцы по-прежнему находятся вне полидействия Уголовного кодекса Украины. Скажите, пожалуйста, а на данный момент что могут делать органы внутренних дел, если они знают, что есть продажа травмодола на какой-то так называемой точке? Если нам удается доказать, что имеет место сбыт незаконный, без рецепта, мы привлекаем этих людей к уголовной ответственности. Мера наказания там незначительная, там предусмотрен штраф и до трех лет лишения свободы. Ну, как вы понимаете, что практически 100% всех людей, которые привлекаются к уголовной ответственности, привлекаются именно к штрафу. Есть люди, которые уже поняли, что на этом деле можно заработать достаточно серьезный капитал, и они уже, в принципе, его и зарабатывают. Пока у нас не будет наведен порядок законодательств, и не будет сделано то, о чем я говорю, проблема будет существовать. Кто ответит за жизнь тех ребят, которые умирают сегодня от травмодола и винта? Почему эти лекарственные препараты не перевести в разряд ядовитых или наркотических веществ? Кому это выгодно? Продавцам? Аптекарям? Депутатам? Политикам? Государственным чиновникам? Кто будет за это отвечать? Есть ли у Украины будущее? Предлагаем задуматься над этим. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова